это свежее дыхание которое так нужно нашему украинскому шоу-бизнесу мне хочется новую аудиторию мне хочется экспериментировать хочется создавать что-то новое что свое не идти конкретно как бы сказать под каким-то определенным шаблоном сейчас мы делаем с ним коллаборацию мы делаем сейчас совместный проект делаем музыку я более можно сказать как генератор он создатель эта вечеринка просто класс первый раз не считает а витаю вас на фэшн старт как завжди для вас мы делимся на актуальными событиями зеркового життя та важливых инсайдеров розважальной индустрии з вами я ведучая миссарис и сегодня мы запросили до себя украинского виконавца стильного та спортивного вадима оленика девчатка сидите ближе до экранов зараз дизнаемо все най цикавише вадим привет вадим с 2017 року википедия не надает жодных новин про тебе что сталося мы хотим дизнаться від тебе зараз сам и таки актуальнейшим новин и сам и птд ну да википедия не в моем википедии не редактировали но так случилось что значит когда я сольно начал петь там с 15 года была активная там деятельность и были песни все остальное то есть я как бы работал таком в гарниле шоу-бизнеса нашего украинского шоу-бизнеса там радио каналы потом уже 17 года я просто понял что мне чего-то не хватает мне хочется как сказать мне хочется новую аудиторию мне хочется экспериментировать хочется создавать что-то новое что-то свое не идти конкретно как бы сказать под каким-то определенным шаблоном и тогда у меня вышло 2 трека такой был немножко тоже экспериментальной песни такой полу хип-хоп полу рэп падаю вверх и числа и тогда вообще полностью переключился я понял что короче то что я делал раньше у меня это уже но я не получает то удовольствие кроме сердце будет без и запредельно близко жутко громко сердце будет биться биться то ты зараз пройти у новому напрямку самому якому да это это просто молодежная поп-музыка и опять же что такое молодежь типа это не только 18 22 25 молодые люди они в 35 и в 40 лет везде не хотят стареть поэтому тоже хочется создавать то от чего люди будут кайфовать и получать удовольствие то есть не потому что тебе нужно попасть на радиостанцию или где нужно там не знаю выступить на каком-то концерте вот а потому что ты хочешь чтобы люди получали удовольствие от вы от твоего твоей музыки я слушаю твой запах и слушаю твой голос я крепко держу чтобы не разкололись я в шаттах ватаюсь руками за воздух я падаю вверх падаю в космос 2020-го року ты открыл свой власный музычный лейбл подвиг music а как он развивается какие подводные камни возможно трудности может в тебе их вообще нет естественно есть большие трудности просто с тем что это пока такой начинающий начинающий мини лейбл то есть есть артист с тобой которая является первым артистом этого лейбла и сейчас мы делаем с ним коллаборацию мы делаем сейчас совместный проект делаем музыку вот и многие молодые артисты мне пишут тоже там в социальных сетях типа что там вот есть трек помоги расскажи как тебе там может какие-то дай советы я понял что почему бы не столько талантливых классных артистов столько классный новой музыки а ее почему-то никто не слышит и заходишь там youtube ты смотришь 20-30 тысяч просмотров об этом человеке типа никто не знает хотя это новое это свежее дыхание которое так нужно нашему украинскому шоу-бизнесу я подумал почему бы почему бы не собрать вокруг себя таких людей опять же касается не только артистов и аранжировщиков стилистов там режиссеров вообще всех-всех-всех кто хочет что-то создать почему давайте все вместе типа будем создавать что-то классное прикольно вот может ли его наступный крок продюсерства но если честно я говорю по поводу продюсерства вообще эта тема она очень мне кажется себя уже и жила я просто хочу помогать молодым артистам ну где-то их направлять а там уже как жизнь покажет опять же все зависит только от них но также как и от меня как от артиста ну по-другому никак нельзя какие места у киеве тебе надихать где я люблю отдыхать да да можно вас прогулянки честно мне очень нравится там это сейчас стандартная расскажу да это мне нравится подол мне нравится андреевский спуск часто я открываю для себя какие-то новые маршруты там вот опять же там киевское море это то из последних мест где действительно мне тоже где я могу приехать туда просто где-то пройтись прогуляться вдохновиться вот на самом деле киев прекрасен там феофания есть там парк парк партизанской славы мариинский парк то есть много классных красивых мест свои песни ты сам соби пишешь надыхает тебе я песни пишу совместно с проектом с тобой да с валиком мы садимся и придумываем что о чем мы хотим о чем о чем эта песня будет то есть обычно он накидывает то есть у него есть компьютеры он он я более можно сказать как генератор он создатель потому что он создает то есть мне создать не то чтобы сложно но я лучше вот перевариваю все то есть мне можно присылать много я могу говорить сразу то есть что может быть где даже это если будет какая-то просто супер сырая демка где ну вообще не знаю там просто бочка и вокал и или какой-то вообще там напеты напета мелодия я уже могу сказать есть там какое-то зерно стоит это развивать или нет 2020 рік каким он был для тебя переломным что-то не в твоем житті что произошло в 2020 году я открыл лейбл потом я вообще перестал пить кофе я да да вот я уже месяц не ем мясо короче ну типа очень много чего произошло и там двадцатом году я запустил свой youtube проект и упал отжался от это у спортивно-развлекательный проект там про звезд шоу-бизнеса ну опять же мне нравится спорт и мне хочется тоже прививать эту тему там всем своим знакомым артистам чтобы тоже они занимались спортом и также моей аудитории так это круто а твий канал с твоим проектом трешечки за затихло сет ты пищ не займаешься им или вот обе цели не цикава аудитория не дуже так реагуя не хочет развиваться не хочет мотивовать мотивоваться этим спортом что сталося да это хороший вопрос и объясню просто я потратил целое лето на съемку и мы снимали практически каждый день я в пять утра выезжал на рентал брал камеру потом приезжала машина которую мы арендовали мы это все цепляли и ехали к гостю записывали потом на площадку потом порой даже мы умудрялись снимать два эпизода в день и просто вообще это ну галопом по киеву и то есть мы все этот сняли за лето и потом начался процесс монтажа там всего остального я просто мне поглотила эта история вся с созданием видеоконтента а я не я не мог параллельно мне нужно еще было клипы снимать записывать песни и ну развивать свой проект я понял что я не успеваю вообще то есть я не успеваю потому что или ты блогер из ты блогер то ты должен заниматься этим 24 часа в сутки не может быть такого что ты отснял один эпизод в неделю и сидишь себе куришь ну то есть это невозможно то есть ты должен постоянно что-то делать делать под под свою аудиторию поднимать только так вот поэтому я понял что пока что я его заморозил это классная идея возможно я чуть ну как бы а будущем я ее буду развивать у меня тоже есть идеи на этот счет но я понимаю что сейчас я хочу максимально погрузиться музыку потому что есть очень интересные идеи не только с так сказать с нашим проектом мы еще есть еще там могут быть фиты с другими артистами а пока не буду говорить но есть свои идеи поэтому то есть я понимаю что я не смогу заниматься всем сразу расскажи про твою дружбу с футболом зи спортом ты и петри миша спортсменев як сами як ну я могу сказать что ну не то что я их поддерживаю просто футбол это не просто мое хобби это моя вторая жизнь потому что я раньше занимался профессионально футболом потом я мечтал быть футболистом потом получилось с травма и я опять же не жалею что я стал артистом то что это тоже очень сильно хотел вот но футбол остался моей жизни и я играю в команде артистов украинской эстрады это fk маэстро я иногда комментирую и разбираю матчи в студии когда меня приглашают вот я стараюсь быть в курсе всех футбольных событий поэтому я не могу себя назвать что я там какой-то футбольный гуру и эксперт но слежу такой может сказать активы активный фанат футбола слежу за за всеми событиями да ну и конечно играю так как я раньше занимался как я сказал уже сегодня модно быть блогером тик токером можлива ты процент тэш думал может я кайс коллаборации да я понимаю да тик ток это сейчас очень классная тема и мне очень сложно там что-то делать но просто не то что ты чувствуешь себя старым просто когда как сказать короче когда ты беззаботный но когда у тебя вообще ты там не заходишь в школу там или институт вообще не о чем не думаешь тебе гораздо проще типа что-то делать раньше были войны просто этому войны снимали давай на в тоже еще что что-то было скетчи а вот и сейчас просто ну чисто мое ощущение того что тебе нужно там что-то снимать и ты не хочешь выглядеть там нелепо вот чем дело ты не хочешь там выглядеть нелепо потому что ты видишь но типа восемнадцатилетних семнадцатилетних людей которые да там есть уже и взрослые но для того чтобы там быть интересным ты должен придумать что-нибудь тоже необычное то есть должно быть какая-то определенная тематика сто процентов то есть так просто туда войти и и танцевать ну типа блин ты немножечко будешь просто есть такие у нас артисты которые вот из заходишь смотришь как они постараться подстраиваться под молодую аудиторию и это смотрится знаете как бабушка дедушка зашел на школьный выпускной ты даже стильно выглядаешь и его твоему инстаграму это видно ты постельно экспериментуешь зи своим стилем який він зараз ну вот он разный просто я не знаю честно и я могу сказать что странно что только сейчас на это обратили внимание потому что я будучи еще студентом киевской не святой культуры мы постоянно старались типа что-то вот такое интересное на себя надеть и для того чтобы как-то выделиться из толпы чтобы тебя как-то запомнили есть просто очень много стилистов которые думают что что мода стиль это какой-то не знаю как сказать пластмассовая штука то есть нельзя это все должно быть творческой стороны сделано все должно быть максимально интересно гармонично и вот это важно быть свободным типов своих каких-то вот решение каких-то мыслях вот то есть нет к стандартов конкретных стандартам вообще стандарт это в голове у людей каким брендом ты видишь перевагу может быть новым честно я не могу сказать что есть какой-то один бренд который но для меня является каким-то основным наверное просто есть бренды которым который мне импонирует на 5 же я сейчас не назову что-то новое там прада гуччи лавиттон там сэн-лоран маржелло вот поэтому просто главное как это сочетается это первое второе это может быть по счету сильно ноу-нейм там может быть кстати сейчас очень популярная винтажная вся история там да очень классно этом винтажные не знаю вещи там nike там-то рыбак и не знаю adidas вообще все 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 вот поэтому мне кажется главное как ты это все умеешь сочетать и но если это все гармонично получается то есть но нет такого что тебе нужно обязательно там типа закинуться брендами и все то есть вот поэтому важно просто как ты себя в этом чувствуешь если мы говорим про украинских дизайнеров то мне очень нравится русин потому что вот мы очень знакомы софии мы делали тоже проект и в общем нравится тоже бы ее стиль и стиль бренда вообще история бренда вот мне вдохновляет раньше я сотрудничал с таким брендом как владимир подолян я была лицом этого бренда и тоже мы разрабатывали достаточно много разных интересных вещей да честно много классных анисимов и фролов опять же всем всем все бренды то есть все я могу так сказать вся индустрия моды все те люди которые что-то делают и делают это круто я всем им респектую потому что в нашей стране очень сложно что-то создавать потому что постоянно что-то не хватает пасами хватает финансов постоянно не хватает возможности то есть я всегда типа вот приветствую тех людей которые начинают что-то новое что-то свое потому что ну я понимаю насколько это сложно вот поэтому у нас очень талантливые люди очень талантливые если мы говорим про дизайнеров то талант очень талантливые дизайнеры ты видишь модные заходы да кстати фэшн век и я хожу на фэшн век и не скажу что часто но стараюсь посещать опять же когда тоже меня приглашали тоже русин да или там другие дизайнеры кстати на в этом году я вот посмотрел на фэшн веке практически все новые именно все новые именно потому что те которые уже как бы в топах они идут дальше там нью-йорк париж лондон опять же сейчас вот новое поколение поднимается и это тоже очень классно поэтому вот тоже наверное скажу посмотрю кто из новых дизайнеров что делает какие в тебе новые идеи чего ведь тебе чекать и нам твоим фанатам что готуешь нам я готовлю музыкальные произведения как кулинар если честно удивлять хочется только музыкой берешь ты натхнение у книжках еще порекомендуешь нашим глядачам книги это моя это моя радость это то вообще чем я декса тоже я вдохновляюсь сейчас на если сказать конкретно что что было прочитано вот сейчас я читаю книгу который называется весь невидимый нами свет это про слепую девочку которая во время второй мировой войны познакомилась с парнем с немецким солдатом и у них ну завязался такой так сказать роман ну то есть очень интересная очень интересная книга но опять же параллельно я могу читать там психологию параллельно я могу читать какие-то вещи там про про природу про там типа начинал джиографик что такое то есть ну абсолютно разные поэтому я стараюсь постоянно менять потому что у меня есть такой когда вот эта большая книга вот знаете вот есть середина книги когда идет вода ну то есть начало сюжет про что-то конкретное тебя завлекает сюжет и потом в средина книги когда описывается много чего там типа не знаю ну дом где он где он жил там или там короче еще какие-то штуки и это очень долго это начинает короче тебя как-то думаешь так следующее так следующее вот поэтому но обязательно хочу всем порекомендовать нужно читать книги потому что там много чего есть оттуда можно чем много взять и и очень полезно скажи як ты відновлюешь свои силы чим надихаешься як поповнюешь свои ресурсы в низший край мать да это знаете как только наверное недавно все мы узнали про синдром торе то да про про выгорание про то что вообще это типа реально кто бы там нашим не знаю мамам да папам сказал что здесь такой синдром выгорания то есть это вообще какая-то чушь но сейчас ты понимаешь что вот в большом городе когда ты постоянно постоянно находишься в в бегах когда у тебя одна и та же картинка и она не меняется твои твои силы и причем на эмоционально когда это еще работа вот именно связано с творчеством связано с эмоциями ты просто не но не можешь пополнять этот запас поэтому синдром выгорания он действительно есть и я это тоже чувствую потому что уже год и никуда не выезжал и ты постоянно делаешь дело что это делал сделал проект проекты я говорю там условно мини-проект песню допустим на трек сделал там ты потом следующий делаешь следующий делаешь и ты уже когда берешься за следующий у тебя сил становится меньше именно эмоциональных потому что у тебя не неоткуда пополнять поэтому но я стараюсь просто отдыхать стараюсь больше потом ну дома находиться за фильмы смотреть книги читать где-то гулять как-то так и что самое главное отказываться от каких-то привычек которые ну что ты привык типа ты думаешь что это вот важно не знаю опять же когда ну там многие знаю там расслабляется так тут алкоголь пьет куда-то еще типа я вот этого отказываюсь потому что это наоборот мешает расслабиться вот так вот то есть это может быть спа допустим ну как вариант у тебя вышел новый трек вечеринка расскажи працей як выникла ця идея трек вообще на самом деле очень экспериментальный получился ну как экспериментальный изначально потому что в общем то есть этот проект оленик с тобой мы изначально делали как такой ретро ретро поп дуэт в стилистике там но я не как хочу сказать руки вверх ну ну мы просто делали там у нас вот был трек малышка там проводница ты моя любовь такое 0 и лирическое и потом когда вот валик мне прислал этот вечеринку и там просто вообще вот это он просто когда присылает там у него так все ну типа тихо звучит понятно потому что он на компьютере все это это просто так какой-то битом типа эта вечеринка просто класс первый раз не еще это и я не могу вообще они там слов вообще не разобрать я первый первый раз когда услышал но там было самое главное вечеринка моя вечеринка моя танцевала голая я когда услышал первый раз такой думаю валику сразу написалось говорю слушай мне кажется что это борода какая-то он такой он такой говорит ну нет что тоже не нравится потом через буквально где-то два-три часа думаю а ну сейчас еще раз послушаю мне как будто это вот как будто что то есть но типа ничего нет я слушаю еще раз и я понимаю что там есть много чего интересного ему говорю валеньку это классно давай мы будем ее развивать и вот так получилось что вот был уже первый куплет и был припев и короче не было второго куплета и мы хотели чтобы второй куплет вообще отличался от первого вообще по всему по форме и мы ехали это машине мы такие что-то незнакомец не знаю что-то незнакомец незнакомиться и тут мы начали придумали сразу типа незнакомец незнакомиться ни с кем на этой вечериночке достаточно проблем короче и вот как так и она все как легло просто капец и тогда мы поняли что все эту песню мы мы точно мы хотим ее выпустить вот так вот это игралось родилась эта идея я говорил тоже там в релизе что мы вдохновлялись девяностыми на самом деле ну где-то да то есть мы вдохновлялись девяностыми потому что тебе ты которые мы сделали а это все заложено там где-то вот туда там мальчишнике все остальное если кто-то такой помнит вот но суть типа в том что это настоящее это то что так сказать в этом короче я не ну не играю не придумываю ничего то есть это то что является моим вот и это классно я считаю что это круто как дальше пойдет трек мы не знаем но лично сам я от него кайфую вообще я тащусь потому что вот вот в нем вообще есть все скажи еще для тебе найважливейший в житте самое 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 важное в моей житте это мои родные это моя мама это моя сестра моя бабушка то есть моя семья потому что ну это родные люди которые всегда с тобой и вообще не важно что произойдет в твоей жизни взлет и падения не всегда будут рядом хотя опять же все они очень далеко то есть у меня мама и сестра живет в милане уже очень давно вот и по понятным причинам я не могу сейчас к ним поехать уже сколько полтора года где-то их не видел да и наверное важное в жизни быть человеком просто знаете вот без всякой фальши без зависти без лжи без алчности ну вот просто быть человеком и все просто делать свое дело делать его максимально хорошо развиваться честно честно признаюсь нет абсолютно для меня вот важно даже не количество подписчиков чтобы люди были активны чтобы им нравилось то что я делаю вот это важно сейчас вообще раньше вот допустим еще так несколько лет назад важно было набрать там большое количество подписчиков чтобы просто у тебя было там не знаю там типа 200-300 тысяч на миллион как у кого сейчас почему многие рекламодатели обращают внимание на микро инфлюенсеров потому что но рекламно рекламнуть по охваты у них больше вот то есть у меня по-разному у меня бывает такое что хотя у меня 50 тысяч там немного это подпи ну относительно немного но порой у меня по охват доходят там 200-300 тысяч вот если это ну удачная фотография то эти ну как бы охваты очень большие там количество сохраненных до история и все остальное поэтому просто важно чтобы это было действительно твоя аудитория ты сам спелкуешься с пик познаками я всегда сам общаюсь с подписчиками у меня нет там менеджера который за это делал бы за меня вернее делал бы это за меня потому что я считаю но я могу нормально общаться говорить там писать писать все у меня есть для этого чесануешь ты за гуртом дефильмы вообще я считаю что скучать за прошлым не стоит вообще потому что это прошлое и она она была хорошая она была классная она была наполнена разными интересными событиями и музыкальными событиями потому что но я считаю допустим что в моей жизни так все очень хорошо сложилось в плане моего старта да там и фабрика звезд и там дуэт и все остальное там продюсерский центр то есть у меня была база огромная база прям что многие артисты ну как бы наверное позавидовали этому потому что это прям такой старт который мне дал короче билет в большой большой шоу-бизнес вот но скучать точно нельзя потому что но нельзя вообще жить прошлом а я считаю что всегда стоит наверное думать только о том что будет дальше дякую тебе за отвертую разговор спасибо очень интересное интервью и на остаток поделись будь ласка а який твой девиз по житю честно у меня девизов таких нет но могу сказать что какие-то вот вещи которые принципы по которым я живу то есть просто иди вперед иди вперед и не бойся не бойся ничего то есть не бойся там провалиться не бойся если ну постоянно будет жизнь как кардиограмма вверх вниз вверх вниз но в этом есть кайф жизни вот что она такая извилистая что она не по не идет у прямая вот с вами был талановитый Вадим Олійник и я ведущая миссерис